Всем привет! И как вы уже догадались, по названию сегодня я буду рисовать Бараша. Бараш это один из персонажей мультсериала Смешарики, и он является очень изменчивой и творческой личностью. Конечно, чаще всего он страдает из-за отсутствия вдохновения, мне нравится его образ. Поэтому мне стало интересно, как же он будет выглядеть в более реалистичном стиле. Давайте начнем. Для начала я подобрала референсы, и основными референсами были фото баранов разных видов. С них рисовала мордочку и рога, а также посмотрела, как именно располагаются объемы шерсти. После завершения эскиза я обвела его черным небрежным лайном, а затем начала намечать основные цвета. Я сразу знала, что это будет что-то осеннее и дождливое, так как за окном у меня что-то похожее. Да и Бараш, как я уже говорила, достаточно пессимистичный персонаж. Я решила использовать технику, которая немного напоминает краски. То есть я не использовала четкий лайн, и к концу работы он окончательно скрылся под цветом. Также была цель сделать более реалистичную картинку. И черный, четкий лайн тут бы однозначно мешал. На этапе подбора цвета мне тоже пришлось подумать. Оттенок необычный, такой нежно-фиолетовый. Было важно передать его на своем арте, чтобы персонаж был узнаваемый. Я пыталась максимально подобрать нужный оттенок, но при этом сделать более натуральный цвет шерсти и рогов. Также я использовала кисть, которая очень напоминает мазок настоящей кисти. Вот настройки, с помощью которых я добилась такого эффекта. После еще некоторых уточнений в цвете я приступила к уточнению деталей. Сглаживание к попыткам передать текстуру шерсти. Должна признаться, что рисовала барана такого типа я впервые. Тем более в полноценном арте для видео. Поэтому мне приходилось много исправлять и пересматривать решения. В связи с этим, к окончанию работы над барашиком, я убрала ему руку с листком. Так как не смогла ее удачно вписать в таком ракурсе. Рука смотрелась неестественно и исправляя ее раз десятый, я поняла, что видимо придется обойтись без нее. Впоследствии я немного сузила холл с левой стороны и вместо руки прорисовала кармашек на плаще. Практически одновременно с персонажем я также прорабатывала фон. Но не сильно. Я все равно планировала его размыть. Насчет освещения, честно признаюсь, изначально хотела одного, а получилось ну как всегда. Освещение вроде как фронтальное, но к сожалению это не везде читается. К тому же, судя по окружению, действие происходит на улице в пасмурную погоду. Освещение в таком окружении весьма специфическое и я не думаю, что это смотрелось бы удачно на арте. Поэтому приходилось выкручиваться и ломать голову. Шарф и плащ я рисовала с головы, без референсов. Потом я об этом пожалела, конечно, но исправлять уже было поздно. Последними штрихами были размытие фона, добавление дождика и наложение текстуры. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой барашек у нас вышел. Напишите в комментариях узнаваемый ли персонаж. А также давайте выберем, кого из котиков перерисовывать в следующем подобном видео. Гамбалом или Матроскина? Жду ответы в комментариях. А на этом все. Огромное спасибо за просмотр. Всем вдохновения и пока. Субтитры сделал DimaTorzok